Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. Сегодня вторник, вот уже третий час дня, 2.05. Я была в центре по своим делам. Сначала поехала на почту, расскажу вам зачем, а потом встретилась со своей приятельницей, которая работает в благотворительной организации. И она, как всегда, она меня поздравляет и к 8 марта, и к Рождеству, и в дню рождения, короче, ко всем праздникам она меня поздравляет и всегда дает какие-то подарочки. Вот что она мне дала. Вот такие две пачки кофе. Юхламокка. Это очень хороший финский кофе фирмы Паулик. Видите, Паулик. Паулик – это то кафе, в котором работает моя Настюша. Срок годности здесь хороший. Где-то я тут видела, видите, до девятого месяца двадцатого года. Но дело в том, что у меня много кофе. У меня, наверное, штук шесть пачек. Поэтому я эти обе пачки отдам Нине. Они пьют кофе. Вот я с ней и поделюсь. Дальше. Вот такие карамельки фирмы Фазер. Очень хорошие карамельки. Очень. Вот. Здесь написано, вот видите, 325 грамм карамельки. Тоже они до пятого месяца двадцатого года. Всякие такие. Они такие немножко с кислицой там есть. Вот такие всякие разные. Две такие пачки. Тоже одну себе оставлю. Одной поделюсь с Ниной. Они еще и разные. А нет, они не одинаковые. Они вкусные такие, мягкие, как будто бы желейные. Нина с Левой тоже кушает такие. Так я вот им одну дам. Дальше. Две пачки жвачек. Вот. Ну, жвачки ни я не ем, ни Нина не ест, ни Лева. Не Лева, может быть, и ел бы, но мы с Ниной нет, потому что бережем зубки. Вот. А вот Настюша приедет, я ей отдам. Они тоже унесут тоже срок годности до шестого двадцатого года. Видите? Вот. Молодежь жует всякие такие. Вот ей отдам. И еще, видите, такой подарочек. Это здесь, наверное, больше килограмма конфет Фазер. Фазер синий. Синий фазер. Это фазер традиционный. Фазер финский синий. Просто молочный шоколад. Вот. Очень вкусные конфеты. Очень. Вот. Ну, так как она работает в благотворительной организации, им все это дают. Поэтому я думаю, что у нее дома всего много. Ей это просто не надо в таком количестве. Вот. Она меня всегда угощает. Всегда. Ну, я в свою очередь тоже ей помогаю. Ну, я не буду говорить, какая у нас с ней взаимовыгода. Но она очень довольна. Поэтому она меня всегда благодарит. Вот еще раз покажу конфетки Фазер. Видите? Здоровенный мешок такой. Здоровенный мешок. Вот. Вот они. Два кофе. Две упаковки карамелек. И две жвачки. И дальше. Вот она мне дала в клеточку такую тетрадку. Клеточку маленькая такая. Я ж учусь. Вот. А это? Это просто... А нет, это в линию тетрадка. Красивая такая. Сердечко. Тут барашка. Вот. Я ж учусь. Поэтому мне надо. Потом дала вот такую штучку. Говорит, уже рождество прошло. Ну, оставь на следующий год. Это наклеить можно на окно. Красиво. Вот. И вот такие вот дала еще. Видите? Картинки. Их можно наклеивать на это самое. Вот у меня, если помните, кто давно смотрит меня, у меня на старой квартире на мебели были такие в кухне наклеены. И на шифонере в комнате. А я возьму сюда вот что-нибудь наклею. Это мой комод. И я имею право на него клеить все, что хочу. Конечно, на вот этот шкаф. Это Бальтунина еще не забрала. На этот шкаф и на все другие шкафы я не клеить не буду. И на кухонный шкаф. Потому что, когда будешь съезжать, потом, чтобы неприятностей не было. А так на свои эти самые могу наклеить. На свое. Вот. На микроволновку куда-нибудь могу наклеить. Вот. Ну, сюда на этот комод, конечно, клеить не буду. Не надо. Зачем он новый? Не буду. А тут у меня комодик старенький. Я возьму туда и наклею. Ну вот. Теперь, значит, пришло время рассказать, почему я ездила на почту. На почту я ездила, потому что мне пришло извещение с полицией, что моя вот эта вот карточка Хенкеле Корти, она уже готова. Я пошла, ее забрала по вестям с полицией и по своей старой вот этой карточке с фотографией. Я забрала, получила новую. Какая между ними разница? Ну, вы, наверное, видите по цвету. Это гражданина Финляндии синяя, а зеленый цвет имеют те люди, которые имеют вид на жительство Финляндии. Всего лишь навсего. Это до 2023, это до 2025 на 5 лет. Теперь эта уже не нужна мне. Вот. Ее надо утилизировать. Я ее порежу и выпрошу. Порежу. Хорошо порежу и выпрошу. Оставлю себе только одну эту. По этой карточке можно передвигаться по Евросоюзу без паспорта, а только по этой карточке. И везде, куда я пошла, и надо предъявить удостоверение личности, я даю эту карточку. И вот мой паспорт. Финский паспорт. Видите? Суоми Финлянд. Паси. Паси это по-фински. Вот. Европа. Европан Юнион. Европейская Юнионен. Вот. Вот первая страница паспорта. На первой странице нету ничего, только одна фотография. Дальше перевернем. Сейчас я закрою данные. Покажу вам только то, что можно показать. Тут еще будет две фотографии. Вот. Они одинаковые абсолютно. Видите? Такая фотография. Вот написано. Прокопенко там дальше продолжается. И это. Вот. Суоми Финлянд. И это. Это оттиск просто. От этой фотографии оттиск сделан. Вот. И вот сам паспорт такой. У них паспорта очень красивые. На каждой страничке какая-то природа. Вот. На каждой страничке какие-то есть животные. Видите? Какая красивая красота. Вот. Вот. Такой вот паспорт. Вот это вот финский паспорт. Он прошит полностью. Он полностью прошит. Вот в такой вот. Как бы. Как будто бы. Не яркий такой. Такого вот цвета. Как будто бы. Немножко засвеченная фотография сделана. Вот в таком вот. Так всегда у них было. У наты мои. Такой паспорт. Ну и у всех. Видите? Какая природа. Какие-то птички улетают. Природа. Все. Это такой финский паспорт. В общем, я теперь гражданка Финляндии. Вот мой паспорт. Он выдан до 2025 года. Точно так же, как и эта карточка. Как и эта карточка. Когда в 2025 году надо будет делать и новый паспорт, и новую карточку. Нельзя было не делать новую карточку. Потому что эта карточка уже не действительна. Действительно теперь только эта. Потому что я теперь гражданка Финляндии. И этот паспорт. Паспорт, конечно, я всегда буду брать, когда ехать куда-нибудь. Вот. Вот это с обратной стороны, видите? Написано. Суоми Финланд. Но он не нужен. Достаточно предъявить вот эту карточку. И все. И на таможне, и на прохождении, на посадке в самолет, когда идет регистрация. Только вот эта карточка нужна. Только лишь. Только эта карточка. И не только. В Финляндии карточка. В любой европейской страны. Какой там. И австрийская, и немецкая, итальянская. У Массимо тоже такая пластиковая карточка с фотографией. Вот. Ну, вот еще раз вам покажу. Маленькие мои подарочки. Видите, такие наклейки красивые. Скажите, как это самое, как в колхозе, да? Ну, может быть, кому-то и не нравится. А мне нравится. А тем более... Ой, я люблю сирень. Страшное дело. Сирень. Это для меня, это любимый цветок. Сирень и полевые ромашки. Сирень почему? Потому что вот именно такая вот. Сейчас так. Вот это вот крупная такая. Вот это вот. Она так пахнет. У нас дача была у моих родителей. И были такие огромные кусты сирени. Папа их всегда подрезал для того, чтобы это самое... Были цветы на следующий год, чтобы она не переходила в этот самый, как сказать, в дичку, а была колерованной сиренью. Вот поэтому всегда папа подрезал. И всегда у нас и белая была. Вот тут вот, видите, немножко вот белой сирени. Вот она. Немножко белой сирени. Бутоны. Здесь, кстати, тоже есть сирень. Я тоже часто рву, себе ставлю в вазы. Но она как-то здесь быстро пропадает. А у нас-то, которая была на даче, она такая была хорошо долгоиграющая сиренька. Ну вот, конфетки еще раз вам покажу, полный пакет. Вот эти жвачки, кофе и карамельки. Это то, что мне моя приятельница как бы поздравила с Рождеством, с Новым Годом и со Старым Новым Годом, ну, со всеми праздниками. Ну, еще раз похвастаюсь. Похвастаюсь или просто покажу вам. Это мой финский паспорт. Это мое финское удостоверение личности. На этом закончу. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья Б. Пишите английскими буквами. Пока. Комментируйте, спрашивайте. Я буду отвечать. Там мне уже позадавали вопросы. Я поснимаю видео на эти вопросы. Пока.